Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема. Те, кто уцелел, прыгнул с пятого этажа. Двое детей погибли. О трагедии в Эсбербаше через несколько минут. Смартфон вслепую. Писать, искать, звонить, платить. Теперь в Дагестане заработал проект по обучению инвалидов по зрению. Лучшими на родину вернулись дагестанские грэплеры. В Казани завершился международный турнир. Кому достался главный приз автомобиль, расскажут наши корреспонденты. По факту гибели двух детей при пожаре в Эсбербаше возбудили уголовное дело. По версии следствия, возгорание в квартире произошло утром на пятом этаже многоквартирного дома. Находившиеся в квартире, двое малолетних детей скончались на месте в результате удушья от продуктов горения. Еще двое детей доставлены в больницу в Эсбербаше. Им удалось выпрыгнуть из окна на растянутый спасателями тент. Дети находятся в интенсивной терапии, в реанимации. Врачи делают все возможное для их спасения. Состояние одного из детей расценивается как средней степени тяжести, а другого – крайне тяжелое состояние. Тяжесть состояния обусловлена травмой, полученной в результате падения. Один из детей получил травму, и его состояние оценивается как крайне тяжелое. И в настоящее время он находится на искусственной вентиляции легких. Отмечу, что в настоящее время устанавливается причина и очаг возгорания. Ход расследования уголовного дела поставлен на особый контроль. В Дагестане бывший полковник получил 8 лет тюрьмы за взятку инспектору. Госслужащий отказался от денег и доложил на офицера за попытку подкупа. По данным следователей, офицер запаса Росгвардии Сергей Иноземцев встретился с инспектором по контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов пограничного управления, чтобы договориться о крупном улове. Обвиняемый предложил 3 миллиона за то, чтобы проверяющий закрыл глаза на незаконный вылов. Сулейман Керимов взял на себя строительство мечети имени пророка Мухаммада. Об этом сообщается на официальной странице Муфтиата Дагестана в Инстаграм. Отметим, что мечеть будет располагаться на территории Духовно-просветительского центра имени пророка Исы. В нем будет располагаться музей, в котором будут размещены реликвии пророка, а также будет воспроизведен в реальном масштабе макет дома пророка. Данная мечеть своими архитектурными и стилистическими решениями будет напоминать святыню ислама мечеть пророка Мухаммада, которая находится в Медине. Планируемая вместительность 23 тысячи человек. Высота строения 17 метров, а минарета 57. Занятия по невизуальному использованию смартфонов для незрячих людей проходят в Махачкале в рамках общероссийского социального проекта «Универсальный мобильный помощник». Программу реализуют с 2017 года, но у нас в регионе появилась она впервые. О том, как в Дагестане помогают расширить возможности людей с инвалидностью по зрению и повысить их самостоятельность, материалы моих коллег. Звонить, писать текстовые сообщения, присылать файлы, искать информацию, совершать безналичные платежи, используя жесты и голос. На занятиях с участием инвалидов по зрению требуется лишь смартфон, работающий под управлением Android или iOS. Обучение бесплатное, к тому же есть группы для женщин и мужчин. Нижегородский реабилитационный центр «Камерата» совместно с Мегафон и фондом Алишера Усманова «Особый взгляд» реализует проект «Универсальный мобильный помощник». Наша организация «Молодые инвалиды» совместно с Республиканской организацией «Общество слепых» и в этом исландском учебном центре «Ихсан» проводят данные курсы и также курсы проходят в селе Черкей. В программе курса также поиск и маркировка предметов, работа с мобильными приложениями для определения номинала «Банкнот». Фокусируем его на тексте. Студентам курса такие занятия по душе, ведь без гаджетов в современном мире не могут обойтись даже зрячие. Если человек, который не имеет способности видеть, потерялся, геолокация в смартфоне без труда поможет его найти. Для незрячего человека я считаю, что телефон очень нужен и по учебе, и по всем видам, и слушать Коран, и читать, и распознавать деньги, купюры. И когда навигацию сбрасывают, где находишься, идешь, очень нужно для жизни инвалидов по зрению. Удивительно, но незрячие могут не только писать или читать книги на языке Брайля, но и смотреть кинофильмы, а вернее слушать. Есть еще такое классное приложение для незрячих, называется «Тифломедиа». Вы представляете, по телевизору идет фильм какой-нибудь, или вы можете в Ютьюбе найти какой-то сериал, или какой-нибудь. И если в списке «Тифломедиа» есть это приложение, то есть есть этот фильм, вы включаете, находите приложение «Тифломедиа», этот фильм, и, соответственно, там идет «Тифлокомментария». То есть все, что делается в фильме, движения, даже жесты какие-то, да, вот это все озвучивается. Можно сделать так, чтобы в наушниках в одно ухо озвучивалось, можно сделать, чтобы в оба уха это все озвучивалось. Как только я фильмов не смотрел, мне больше всего было смешно, когда я смотрел один том. Семьи некоторых самых юных учеников не всегда могут позволить себе купить мобильное устройство. Поэтому общество слепых добивается включения смартфонов в федеральный перечень средств технической реабилитации. Для нельзячих пока ни смартфон, ни ноутбук не включен в этот перечень. Это позволило бы тем, у кого нет возможности приобрести смартфон, получить его от государства. У слабовидящих в Дагестане есть еще одно желание. Это запуск приложения по доступности общественного транспорта «Бастайм». Однако, по словам общественников, в этом необходимо содействие мэрии. Это позволяет незрячим, можно сказать, без построенной помощи на остановке увидеть. Приложение показывает, какая маршрутка находится, он может забить нужный ему маршрут, и по приближению маршрутки уже смартфон его оповестить об этом. Также, сидя в маршрутке, человек видит, когда он подъезжает к своей остановке. Студенты курса смогут принять участие в четвертом всероссийском конкурсе среди незрячих и слабовидящих пользователей мобильной техники, который пройдет осенью в Нижнем Новгороде. Лариана Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Третий республиканский слет российского движения школьников объединил дагестанских учащихся. Более 200 детей и педагогов с разных уголков республики встретились в Малой академии наук. На торжественной линейке присутствовали представители Всероссийского добровольческого пожарного общества, волонтеры Победы, спасательного отряда «Снежный барс» и лаборатории безопасности. Посетил торжественное мероприятие в Рио-министр образования и науки Ехья Бучаев. Учащиеся в столичных школ произнесли клятву и дали торжественное обещание быть верными Родине. Завершился республиканский слет мастер-классами от детского технопарка «Кванториум». В апреле годовая инфляция в Дагестане составила около 8%. Существенное влияние на ее замедление оказал эффект высокой базы прошлого года, связанный с повышенным спросом на некоторые продукты питания в период пандемии, сообщает дагестанское отделение Банка России. Помимо этого, заметен рост цен на жилье. Высокие объемы строительства в регионе привели к увеличению спроса на стройматериалы, инструменты и оборудование, а также на мебель. Отмечу, что инфляция в Дагестане до сих пор остается выше, чем по северо-кавказскому федеральному округу и по стране в целом. Существенное влияние на замедление инфляции в апреле оказал эффект базы прошлого года и выросшие поставки импортных овощей. Годом ранее, в период объявления карантина и режима самоизоляции, отмечался повышенный спрос на продукты длительного хранения и ежедневного рациона, а также народные средства профилактики и вирусных инфекций. Сегодня, когда ситуация нормализовалась, цены на эти продукты замедлились, и на некоторые из них даже снизились по сравнению с апрелем прошлого года. Россети «Северный Кавказ» завершили работы по модернизации подстанции «Дылым», «Мятлы» и «Тлох». Они распределяют электроэнергию по восьми районам республики. Повышено качество электроснабжения более 300 тысяч жителей. На эти цели компании было направлено 25 миллионов рублей. Проведенная работа позволит заметно улучшить показатели надежности электроснабжения. Кроме того, энергетики существенно сократят и время ликвидации технологических нарушений в случае их возникновения. Предприниматели со всей страны убрали мусор в горном селе Гамсутль. Бизнес-тур по Дагестану собрал 36 человек. Пять дней они исследовали горный край и знакомились с традициями. В рамках посещения аула-призрака Гамсутль группа внесла свой вклад в бережное отношение к историческим местам. В таких турах объединяются предприниматели, которые развивают свой бизнес и заботятся об окружающей природе. Также совместно с гидом группы Муртазали Магомедовым они записали обращение к руководству региона о внесении аула Гамсутль в список памятников ЮНЕСКО. Ровно 12 лет назад в этот день не стало одного из ярких личностей Дагестана – Ахмада Тагаева. Он считался одним из главных идеологов противостояния экстремизму. Тагаев был заместителем муфтия Дагестана и отвечал за связи с общественностью и СМИ. Религиозный деятель регулярно выступал в телепередачах на местных каналах, призывая молодежь к истинным ценностям. Задают вопрос. Вот столько мечетей в Дагестане, столько учебных заведений, столько того, столько этого. Преступность растет, наркомания растет и так далее. Почему? Разве это не говорит о том, что это не влияет на воспитание? И никто не задает себе вопрос. А что было бы, если бы и этих мечетей не было, и этих медресей не было? Насколько бы выросла эта же самая преступность, та же самая наркомания и так далее, и так далее. Его жизнь трагически оборвалась в 2009 году. Ахмад Тагаев был застрелен перед своим домом. Да, говорят, с годами боль утихает. Не утихает боль. Кажется, как будто только вчера это произошло. Мы говорим, что как будто Ахмад Хаджи умер. Нет. Ахмад Хаджи, хотя мы считаем, хотя его тело с нами не с нами, но однако я не считаю его умершим. Почему? Потому что то, что он желал, то, что он хотел делать, это все существует и действует. Автомобиль Hyundai Solaris за победу. Дагестанские грэпплеры стали лучшими на международном турнире Кубок Рамадана в Казани. Все победители получили солидные призы, а главный подарок автомобиль Hyundai Solaris достался тяжеловесу из Махачкалы Руслану Абдулаеву. Дома чемпионов встречали наши корреспонденты. Билал Курбабагамаев и победитель, обладатель первого места и Кубка Священного Рамадана 2021 года Абдурахман Билара. Эмоции зашкаливают. Только что лучший тяжеловес турнира Руслан Абдулаев узнал, что домой он вернется на новеньком автомобиле. Участниками розыгрыша стали победители в каждой из весовых категорий. Все остальные чемпионы получили айфоны последней модели. Я провел четыре схватки, три из них закончил досрочно, болевыми и один решением по баллам. Вращали барабан и вытаскивали капсулу. В этой капсуле было написано имя и каждый вес. И последним, кто остался, тот и забрал машину. А все остальные получили айфоны. И вот я остался и получил машину. Первый международный турнир по грэпплингу «Рамадан Кап» проходил в Казани. Оспорить солидные призовые приехали порядка 200 мастеров борьбы в партере. Команда Дагестана была представлена сильнейшим составом. А среди главных болельщиков был министр спорта Сажид Сажидов. Он находился в столице Татарстана с рабочим визитом. Наша команда, наши ребята, которые там участвовали, принимали участие, очень, можно сказать, обрадовали. Были очень такие интересные, захватывающие схватки. Тем более, в общем таком, хорошие были призы. И основной, самый главный приз был – это автомобиль. Поэтому наши ребята, можно сказать, из 8 возможных 6 золотых медалей, естественно, в такой лотерейной форме забрали, можно сказать, самый главный приз. Уровень организации турнира, высокая конкуренция и, конечно, розыгрыш солидных призовых. Все это еще не раз побудет наших грэпплеров к участию в турнире «Рамадан Кап». А учитывая то, что клуб «Юниверсал Файтерс» стал обладателем переходящего кубка, защита этого титула станет для команды обязательной. Хочется выразить большую благодарность организаторам турнира Федерации грэпплинга Республики Татарстан. Надеюсь, в дальнейшем таких турниров, такой турнир станет традицией ежегодной, и мы будем стабильно принимать там участие, иншалла. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания.